Первый директор МХАТа Владимир Иванович Немирович Данченко Владимир Иванович Немирович Данченко хорошо известен как театральный деятель, однако помимо творчества он занимался преподаванием и писательством. Благодаря ему на сцене МХАТа выступали именитые артисты Ольга Книпер-Чехова, Иван Москвин, Елена Савицкая. Немировича Данченко можно назвать реформатором русского театра. Вместе с коллегой и другом Станиславским он создал Московский художественный театр, а также школу-студию МХАТ. Детство. Немирович Данченко родился 23 декабря 1858 года в Грузии в городе Азургети. Его отец Иван Васильевич был дворянином, происходил из рода Немировича Данченко. Мать, Александра Каспаровна, была родом из Армении. В семье, кроме Володи, был еще один сын – Василий. В детстве семья переехала в Тифлис, чтобы дать сыновьям хорошее образование. Немирович Данченко учился в местной гимназии. С ранних лет он очень любил театр. Рядом с домом, где жила его семья, находился маленький театр, куда любил ходить Немирович Данченко. Помимо этого, он занимался в любительских театральных кружках. Кроме театра, мальчик любил писать пьесы. Свои первые произведения он написал, когда учился в четвертом классе. Жизнь в Москве Окончив гимназию, Немирович Данченко поступил в Московский университет на физико-математический факультет. Затем учился на юридическом факультете. Однако вскоре он ушел из университета и начал работать литературным критиком в журналах «Русская газета» и «Будильник». Тогда же он опубликовал свою пьесу «Шиповник», которую затем поставили в Малом театре. Он также был автором рассказа на почтовой станции и романа на литературных хлебах. Многочисленные спектакли, поставленные по произведениям Немировича Данченко, пользовались огромным успехом у публики. Его драмы ставились в Александринском и Малом театрах. Театральная деятельность В 19 лет Немирович Данченко впервые выступил на сцене любительского театра. Затем принимал участие в постановках своих собственных пьес. Его первые роли приносили ему успех, но актером он был совсем недолго. Немирович Данченко не считал себя хорошим актером. Он полагал, что все дело в его молодости, искренности и темпераментности, а не в таланте. Немирович Данченко – педагог Немирович Данченко осознал необходимость коренных изменений в области театрального искусства. Он хотел научить молодых людей быть свободными от штампов, понимать драматургию, чувствовать саму жизнь. Немирович Данченко негативно относился к современным спектаклям, считал, что сцена отстает от литературы на десятки лет. Он работал на драматическом отделении Московского филармонического училища. Его студентами были будущие именитые актеры Ольга Книпер-Чехова, Иван Москвин, сам Всеволод Мейерхольд. Немирович Данченко учил своих студентов видеть драматизм в окружающей действительности. Он считал, что театр должен воспитывать человека, быть воплощением его духовной жизни. Знакомство со Станиславским Впервые режиссеры встретились летом 1897 года в ресторане «Славянский базар». Они сразу нашли общий язык. Их встреча продолжалась целых 18 часов. Немирович Данченко так писал об этой встрече. «Мы столковались по всем основным вопросам и пришли к заключению, что мы можем работать вместе. До открытия театра, то есть до осени 1898 года, времени оставалось еще много – год и четыре месяца. И с 1897 года имена Станиславского и Немировича Данченко стали произносить вместе». Открытие нового театра. В 1898 году был создан Московский художественный академический театр. В труппу театра вошли участники общества искусства и литературы и ученики Немировича Данченко по филармоническому училищу. Он стал посвящать все свое время театру. Немирович Данченко был хорошим организатором. Он отвечал за финансы, планирование, афиши. Режиссер считал, что в театре необходимо ставить современную драматургию Чехова, Ипцина, Максима Горького, Леонида Андреева. «Чайка» Антона Павловича Чехова на сцене «Мхата». Немировичу Данченко очень понравилась пьеса «Чайка», и он захотел поставить ее на сцене «Мхата». Однако до этого комедия провалилась в Александринском театре. Режиссер считал, что постановка пьесы Чехова – это своего рода знак, определяющий судьбу его театра. «Если публике спектакль понравится, значит, театр будет и дальше существовать. Если же нет, то и театру придет конец». «Чайка» была поставлена в первом сезоне «Мхата» и имела оглушительный успех. Роль Ирины Аркадиной исполнила Ольга Книпер-Чехова, известная в то время актриса. Сам же Антон Павлович Чехов подарил Немировичу Данченко золотой брелок в виде книги. Это была своего рода благодарность режиссеру. Репертуар театра. Режиссер обращался не только к современным спектаклям, но и к классической русской литературе. В 1910 году он поставил спектакль по роману Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Постановка шла два вечера и состояла из глав различной длительности – от 7 минут до 1 часа 20 минут. А в 1913 году была поставлена инсценировка романа «Бесы» Достоевского. Но сам спектакль назывался Николай Ставрогин. Лучшей постановкой театра по праву считался спектакль «Юлий Цезарь» по пьесе Уильяма Шекспира. Главная роль в нем досталась Василию Качалову. Музыкальный театр имени Владимира Ивановича Немировича Данченко В 1919 году Немирович Данченко организовал музыкальную студию, которая в 1926 году стала музыкальным театром имени Владимира Ивановича Немировича Данченко. Самым известным оперным спектаклем, поставленным в музыкальном театре, была опера «Жоржа Пизе» «Кармен». Также шли произведения французских композиторов, оперета «Дочь Анго», «Шарля Ликока» и мелодрама «Буф», «Перикола», «Жака Аффенбаха». На спектаклях МХАТа часто бывал сам Сталин. Его можно назвать покровителем Немировича Данченко. Благодаря ему режиссеру была назначена хорошая пенсия, отдых в лучших санаториях. Он мог свободно выезжать за границу. Из европейских стран Немирович Данченко больше всего любил Швейцарию. В 1940 году он стал председателем в Комитете по сталинским премиям. А в 1942 и 1943 годах сам получил премию за спектакль «Кремлевские куранты». После смерти Станиславского всеми делами театра занимался Немирович Данченко. Он мечтал, чтобы МХАТ не потерял себя из-за ухода его создателей. Режиссер много времени посвящал изучению театрального искусства, писал заметки во время спектаклей. Он разработал такие понятия в театроведении, как зерно образа, физическое самочувствие. Немирович Данченко умер 25 апреля 1943 года. Он скончался от сердечного приступа. Режиссеру было 85 лет. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище. Создание школы-студии МХАТ. 26 апреля 1943 года постановлением Совнаркома СССР было объявлено о создании школы-студии МХАТ. Она находилась в доме 5-7 в Гленищевском переулке. Официальное открытие школы состоялось 20 октября 1943 года. Изначально в школе-студии был только один факультет – актерский. Его студенты занимались по системе Станиславского. Позже стали появляться и другие специальности в школе. Например, художник-технолог цены, художник-технолог ценического костюма. Позже появился продюсерский факультет. Театральные принципы Немировича Данченко Немирович Данченко писал о том, как нужно играть актеру. Он был ярым противником лицедейства, фальши. Одним из главных понятий, введенных Немировичем Данченко, было понятие «зерно роли». Оно обозначало некое ядро личности персонажа, которого играет актер. Также есть «зерно спектакля». Оно, в свою очередь, обозначает суть самого спектакля. Например, в спектакле Антона Павловича Чехова «Три сестры» зерном будет являться тоска по жизни. Театральные принципы Немировича Данченко Немирович Данченко описал о трех правдах, трех типах восприятия спектакля. Это жизненное, социальное и театральное восприятие. Они не существуют по отдельности, а тесно связаны друг с другом. Социальная правда без жизненной правды – это неубедительная абстракция. Жизненное же бессоциальное – это поверхностное, примитивно-натуралистическое искусство. Обе эти правды должны быть связаны и с театральной правдой. Именно вместе с ней они смогут полностью раскрыться и обретут яркую театральную форму. Субтитры создавал DimaTorzok